всем доброе белорусское утро у нас носим чудесный солнечный день какая дымка дымка вдалеке осенняя дымка с туманом но на улице холодно открывала окно было прохладно всем еще раз доброе утро сегодня прекрасный солнечный день я вышла на остановку ехать к лору да у меня на 106 прием но его нет если что поеду может сейчас ехала так это раме не подходит я бы смотришь и пропустить машинку я в эту врачу а потом на массаж красивая наша церковь лучах солнце и как раз нет автобус практически не опоздал я до врача все вышла от врача была у заведующей отделением вернет смысл мне эти платные щеклору поставила мне аллергический ринит я тоже вот читал что на фоне ринита на фоне аллергии на фоне астмы растут эти полипы и она сказала что ну когда уже два сантиметра тогда удаляю и то видите как их люди удаляют они скоро растут поэтому я ничего пока удалять не буду естественно отклонно к это должно было показать на котором я ничего не показала видите такой март но мрт может делать только носовых пазух не дать него делать там головного мозга всего вот носовые пазухи сделайте и вам пока что если вас тот такой хронический насморк у меня пациент по задней стенке текет это мокрота я пациентом так вот делаю ложу спать давлюсь ими я не понимала из-за чего это это вот из-за этой хронической мы аллергии то есть на все цветение на все растения на все на все на холодно взял реагирует мой нос мой бедный нос так сюда прописала мне гормональные капли опять же я читала много противопоказаний что не советую гормональные капли ну почитаю еще насчет тех капель которые прописала на мне я зашла детям не рекомендуют гормональные капли я не знаю как взрослым идут они или не идут снова я возле этого ковра из клёна красивое место здесь сквере возле поликлиники красота одним словом так а сейчас я бегу на массаж тот массаж который в поликлинике я на него не попадаю потому что запись аж наконец ноября да поэтому иду платно спросила у юли нет никакой человечек так что иду платно делать массаж у самой той девочки запись тоже на 17 ноября это 45 рублей 13 евро до стоит иду к ее помощницы за 28 рублей может 9 евро так сюда побежала на массаж я уже опаздываю на 1140 уже 1120 а мне еще нормальный кусок уйти казалось что это одноклассница моей юли первый сеанс потому что нам не советовала девочку а у нее появились эти ученики студенты я думал что она уже практиковал эту студентку но получилось что у нее первый был сеанс потому что она закончила обучение у нее вот и так совпало что я у нее была первым клиентом то мы поболтали про все и вся я зашла магазин и уже дома буду показывать что же я купила а дома могу сказать что буду варить рисовый суп потому что вчера не доварила чечевичный и он мне не зашел вообще не зашел потому что я буду варить рисовый суп и оздоравливать свой желудок я уже дома поставила стирку поставила воду на суп и сейчас покажу что я купила вкусняшки у меня здраво питание будет суп и сырники на ужин да но между делом будет еще вкусняшки вот смотрите здесь на что отсвечивает купила бедра на суп сейчас буду варить купила зефир в шоколаде вкусняшка надо же все вкусняшки милорусские попробовать купила сырочки я уже ела коровка вкусные взяла йогурт один себе наполник и заварное печенье вот не могу пройти мимо все смотрела было не свежая а это посмотрел такое мягенькое так что буду есть чаем потом заварное печенье вкусненькое все сварила свой вкусный рисовый супчик уже разодрала на бедре курином варила разодрала курицу смотрите какая вкусняшка и последний штрих добавлю укроп последний укроп который мне уже две недели стоял банки что-то вначале ели ели а потом уже просто отъелись все и сейчас буду это все накладывать себе в тарелочку все настал благожданный момент наконец-то я покушаю горяченького супа просто мой желудок уже просит об этом неделю всем приятного аппетита все мои хорошие вкусненько покушала такая была голодная я на завтрак только съела бутерброд один и уже в час дня мне захотелось резко кушать я не поехала на процедуру мне что надо было еще ехать на процедуру в поликлинику надо трех часов поеду домой буду варить суп потому что пока процедуры пока я приеду приготовлю себе суп а у меня организм просто кричал что хочет супа я же ела эту скумбрию под копченую колбасу и мне у меня гастрит поэтому мне тяжело вся эта еда и хотелось уже супчика куриного думала попью чая но нет взяла просто две печеньки это вкус детства я помню когда у мамы были деньги зарплата да она она нам покупала заварное печенье это такой вкус детства просто это был такой праздник когда мама покупала вот это печенье я помню такие были бублики кто меня смотрит советского времени и огромные баранки что-то я сегодня устала на эти два дня такие были насыщенные все монтировала по врачам этим бегала что я сегодня утром проснула знаете мне болело все тело все просто я уже думал что начал заболевать если просто я устала эмоционально морально и физически что я еще шпичком много хожу тоже ноги встают поэтому я решила все отдыхаю после обеда вот я еще поела поговорю с мужем еще не разговаривала и прилягу прилягу на юлин матрас потому что от этой кровати не болит спина не моя заработал все проблемы тут жесткий матрас но сейчас вот я ходила на массаж да она мне расслабила спину но все равно в том месте мне болит я понимаю что надо ходить хотя бы раз десять да но я схожу на расчур раза два и все и планирую сегодня сделать эту зарядку спортом целую неделю не занималась всегда занималась воскресенье даже не помню если не в субботу загуляла короче скинула мне было 69 килограмм скинула за неделю опять опять я набрала за 5 уже 71 потому что я ела поздно соленую еду ела вот эту вот скумбрию пицца она ела свои эти два килограмма значит если я опять не буду есть ну как не буду есть я буду есть но рано ужина 7 часов не калорийной пищи не углеводами да тогда снова скину у меня уже возвращаться в испанию я уже сейчас поможем все лечится как на меня стало грустно я уже хочу в натуреев и не могу всем называть хочу на ручке хочу на ручке к мужу своему любимому все сейчас буду отдыхать увидимся с вами вечером а вот уже и вечер а вот уже и вечер 7 часов то я легла с подружку поговорила перед тем как его привела с мужем с подружкой и думаю все таки прилягу я поспала полтора часа до я пол пятого легла не так жутко болит спина на ровном месте я ее убила здесь беларусь на этом матрасе жестко мне не болела спина чуть такой был дискомфорт но вот с каждым разом у меня хуже и хуже и хуже сейчас поспала на юлина матрасе тот который напал но только полу жесткий и мне пока хорошо но когда я ложилась спать я не могла лежать на спине мне так болела спина между лопаток не знаю короче я сейчас пью чай поставила стирку вторую тоже белье высохло да потому что у нас жарище в доме и сделала наверное еще зарядку ну вот это упражнение потому что чтобы не затягивать слушайте попрошу поспать на пару ой поспать попрошу юлю поспать на полу на матрасе потому что я не могу я не могу спать на этой кровати и мне жесть как болит это спина так что да буду залиться пить чайчик заварила свой любимый чай зеленый с мятой мне сказали что у меня нельзя пить зеленый чай ну да ладно и доедаю последний адыгейский сыр решила сырники не жарить нет у меня сил настроения и желания и съем еще пару печенюшек своих в итоге я даже штук шесть съела заточила не знаю влезли мне еще и зефир но такой у меня обалденно вкусный ужин всем приятного аппетита сегодня уже поела свои печеньки чтобы не чавкать вам на камеру осталось немножко чаем и хочу с вами обсудить тему как же добиться успеха в жизни да я сама не знаю как но делюсь примером этой девочки массажистки у нее что история такая нас 15 лет еще в школе представьте 15 лет еще многие дети вообще не знаю чуя чуя хочу кем я хочу быть многие заканчивают университет дети родители выбрасывают деньги на это образование и они 23 года нет я не хочу быть врачом нет я не хочу быть экономистом я не хочу вот это на 15 лет четко понимала что она хочет быть массажистом представьте она прошла где-то обучение я не знаю где этих подробностей даже ешь взяли на это обучение и к ней шли клиенты я хорошо помню историю что было два назад наверное моя юля сказал что я им instagram написала девочка что приходи ко мне там за бесплатно ли за 15 рублей ну короче что-то чуть ли не за 3 евро приходи ко мне на массаж то есть была такая бросовая цена такая мелкая я согласилась ей понравилось и она как бы к ней ходит не часто можно все время раз пять было но и потому что таким образом она нарабатывался клиентам она за бесплатно за очень низкую цену грубо говоря делала людям массажи и наработалась вы так это вот клиентуру и потихоньку потихоньку не уже свой массажный салон небольшой на там арендует грубо говоря 4 кабинетика над у нее свой салон она 2 то и больше раз в год ездит отдыхать своя машина свой достаток и девочки 19 лет 19 лет в 19 лет многие мама просит еще денег на карманные расходы и она уже в 19 лет взяла на обучение вот эту одноклассницу моей юлия они друг друга не знают эта девочка сказал что я за ней год следила в instagram а то и больше что как она делает и тоже для себя она закончила экономиста но я уже тоже 22 года как мая юля но не работала экономистом а работала в общепите в каком-то баре администратор бармен официант все в одном лице да но у нее проблема со спиной и поэтому она не может на ногах находиться столько времени и мне надо было искать какую-то другую профессию куда уходить и где ты тоже мне массаж нравился давно и я решилась попробовать вот в этой сфере получать от этого девочка который 19 лет представьте она уже была учителем она взяла не знаю сколько там человек но у нее сейчас два человека мальчика девочка которых она обучила и не сильно большие деньги 800 белорусских рублей это где-то наверное 250 евро вот она взяла за обучение с последующим трудоустройством потому что она брала мастеров с опытного работы но возможно может не сошлись по зарплате я же не знаю и решила обучить то есть вот какая женщина тоже 19 лет и решила обучить дальнейшем трудоустройством и у них так грамотно составлен сайт тоже не надо звонить записываться все онлайн все онлайн то есть ты записываешься тебе присылают ссылку на регистрацию то есть вообще тоже круто все сделано я думаю вот блин ира ты уже старая девиже 40 лет твой поезд ушел но какие молодцы вот эти девчонки ребята молодежь я за них так искренне рада что они за что не берутся у них все получается даже вот по бресту пройтись только открылись этих баров и ресторанов то есть люди берутся что-то делают у них это получается если я за них искренне рада и я тоже верю в себя в свой канал думаю что я могу да пока только болтать на камеру могу что потом случится я не знаю надо будет может тоже что-то такое думать в сфере туризма буду думать да и надо выходить из зоны комфорта это самое главное не бояться своих страхов а пытаться куда-то двигаться и развиваться ну еще раз говорю меня были страхи потому что у меня был тромб я вообще полтора года не могла себе дойти а то и два ниже к нам что жить потеряно и все вот это оказывается еще даже очень могу могу еще даже пожить так что все мои хорошие берем свои страхи в кулак начинаем их надо их обуздать что по планам у меня сейчас уборка юля скоро должна прийти с работы я хочу быстренько хотя бы про пылесосить я по четвергам мыла полы помните каждый четверг меня была уборка но на пол у меня нет желания мыть полы так что я вот сейчас по мою посуду кружка мне осталось я уже помыла тарелки после обеда только помыла их и все беру пылесос пылесошу и сажу смонтировать влог всем огромное спасибо что вы вместе со мной каждый раз конечно же меня тоже опускаются руки что просмотры упали я стараюсь я снимаю с вами делюсь своей энергией с какими-то знаниями интересными и это тоже время это как тоже три часа моих понимаете 4 я могла сесть смотреть фильм но я уже не могу без этого найти мне хочется и общаться с вами мне уже тоже какая-то аудитория появилась то что вот смотрю первый час у меня может быть 100 просмотров то есть уже люди 100 человек сидят и ждут выпуск моего видео это тоже ценно еще раз хочу сказать огромное спасибо той аудитории которая смотрит меня постоянно что не пропускает ни одно моё видео при возможности поддерживать меня как автора своими лайками и комментариями я понимаю что тоже каждый раз не хочется писать какой-то комментарий огромное спасибо за ваши просмотры за вашу поддержку за ваши сердечки за ваши добрые слова я же свою очередь всех обнимаю и целую всем желаю всего хорошего до скорых встреч пока пока